Часы отчитывают время в нашу пользу. Чуть больше двух лет остается до самого значимого события для Красноярска. 29-х всемирных студенческих игр. Два года до зимней универсиады в Красноярске. Это много или мало? Более трех десятков спортивных, социальных и транспортных объектов, которые расположатся на обоих берегах Енисея. И все это останется нам и после зимней универсиады 2019. Этот ролик снимали 2 марта 2016 года. Ровно за три года до начала игр. Специально для этого в Красноярск приехал посол зимней универсиады Илья Авербук. Съемки проходили на одном из ключевых объектов всемирных студенческих игр 2019 года. В фан-парке Бобровый лог. А это уже зима 2016. Объект посещает новый министр спорта России Павел Колобков и президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцын. Делегация проинспектировала несколько объектов, возводимых к зимней универсиаде 2019. Наверное, это будет одна из самых компактных зимних универсиад, где все объекты находятся в хорошей транспортной доступности. Самый дальний объект будет находиться в 13 километрах от деревни универсиады. Фан-парк Бобровый лог. Один из 34 объектов зимней универсиады 2019. Это инвестиционный проект генерального партнера будущих спортивных игр компании Норникель. Объект уже имеет развитую инфраструктуру и трассы, сертифицированные Международной федерацией лыжного спорта. Здесь, на склонах, в дни проведения студенческих игр, будут разыграны 9 комплектов медалей в 5 дисциплинах по горнолыжному спорту. К слову, в 2013 году, когда Красноярск избрали столицей всемирной зимней универсиады, Бобровый лог был единственным готовым объектом для проведения соревнований. Мы искренне переживаем за наших спортсменов, которые будут выступать на этой трассе, потому что самое главное для нас – это их победы, это их комфорт. В период проведения соревнований будет использовано 7 горнолыжных трасс. Три из них мы собираемся расширять. Здесь появится спортивно-тренерский блок с системой видеотрансляции. Это главный объект, который достраивается для проведения универсиады на территории Бобрового лога, потому что все остальные объекты у нас уже были сданы и сертифицированы еще в предыдущие годы. Спортивно-тренерский блок должен будет сдан быть к 2018 году, к моменту проведения теста их соревнований. В дни зимней универсиады помещения спортивно-тренерского блока будут использоваться для переодевания спортсменов, работы технических делегатов, секретариата судейской бригады, медперсонала, тренеров, а также здесь запланировано размещение системы тайминга, видеотрансляции и комментаторских кабин. А еще в Бобровом логу появится своя вертолетная площадка. Будет реализована интегрированная система безопасности, приобретены новая снегоуплотнительная техника и оборудование для подготовки трасс. Подготовка фан-парка к студенческим играм проходит за счет средств компании Норники. Также генеральный партнер зимней универсиады 2019 финансирует различные программы, направленные как на продвижение студенческих игр, так и на популяризацию спорта в целом. В том числе за счет средств генерального партнера будет осуществляться подготовка высококвалифицированных кадров и волонтеров, задействованных в проведении события. Академия биатлона. Это уже современный комплекс с отличной инфраструктурой и богатейшей спортивной историей. А в 2013 году биатлонному комплексу была присвоена международная лицензия категории «Б». С тех пор Красноярск может принимать у себя международные соревнования среди стреляющих лыжников. Но Академия – это не только база для подготовки профессиональных спортсменов. Это еще и излюбленное место отдыха красноярцев. В этом году на его модернизацию заложено более 350 миллионов рублей. Здесь построят новое здание с трибунами, вырастет комплекс отдыха спортсменов и раздевалки, появится новое освещение, система искусственного оснижения, расширятся трассы. Город получает такое мощное развитие, на которое потребовалось бы в иных условиях лет 15-20. А тут мы это получаем за три года. Я испытываю сейчас очень позитивные ощущения, чувствую, благодарен строителям практически по всем объектам. Они, в общем, не только вошли в график, но вот буквально недавно, перед концом этого года, подтвердили, что построят несколько раньше. Академия зимних видов спорта. Располагается также в Октябрьском районе по соседству с биатлонными трассами. Здесь появятся современные горнолыжные спуски, а также многофункциональные спортивные комплексы «Радуга» и «Сопка». Часть старых трамплинов, построенных еще когда-то в 80-е годы, снизу. Вместо них создадут экстремальные трассы для слалома, могула, хавпайпа, акробатики и сноуборд-кросса. Другую часть реконструируют, установят снежные пушки, новое освещение. Я помню те мероприятия спортивные, которые проходили. Помню спартакиады народов РССР, помню спартакиаду Советского Союза, открытия. И вот сегодня мы учитываем тот опыт, для нас, к сожалению, отрицательный, потому что все временные здания и сооружения пришли в негодность. Мы как строители выполняем заказ для населения Красноярского края. На этих объектах могут заниматься тысячи спортсменов, профессиональных, десятки тысяч детей, которые будут заниматься физкультурой и спортом. Это лучшая спортивная база на территории Российской Федерации на 2019 год. А здесь, в дни зимней универсиады 2019-го, студенты будут состязаться в лыжных гонках и спортивном ориентировании. Многофункциональный комплекс «Радуга». Еще один блок объектов в рамках Академии зимних видов спорта. Он появится в «Ветлужанке». Комплекс возводят на месте бывшего детского лагеря. Здесь появится лыжный стадион, старт-комплекс, трибуны для зрителей на полторы тысячи мест, трассы общей протяженностью 10 километров, большой бассейн, спортивный комплекс. После студенческих игр комплекс будет использоваться как для профессионалов, так и для массового спорта. Арена «Север». Построенный в 2011 году комплекс уже известен в России. В 2013 он был признан лучшей ареной высшей хоккейной лиги. А в этом сезоне Арена «Север» оправдывает свою многофункциональность. Она стала домашней ареной не только для хоккейного «Сокого», но и для баскетбольного «Енисея». На многие спортивные и культурные события здесь собираются полные трибуны, вмещающие более двух тысяч зрителей. Арена «Север» открыта и для массовых катаний, причем с 8 утра и до 12 ночи. Здесь же проходят и тренировки фигуристов. В городе Красноярске сейчас действуют четыре арены. Хочу отметить, что все четыре арены заняты, можно так сказать, на 110%. И мы знаем, что есть такие примеры, что в ряде арен люди уходят с катка в час, в два часа ночи. И приходят с тем утра потом, безусловно, играть. Но здесь отмечу, их будет 20, их все равно не будет хватать. Так что здесь ситуация, она на самом деле непростая. Но если мы вспомним, несколько лет назад в Красноярске вообще не было льда. Когда-то здесь было здание Крайкома КПСС. Теперь это история. Ледовый дворец на партизана Железняка – это рабочее название. Будет включать в себя две ледовых арены – главную и тренировочную, которые вместят 3,5 и 200 зрителей соответственно. Строительство началось в 2016 году и уже сейчас удается опережать график. Во время студенческих зимних игр в 2019 году здесь пройдут соревнования по хоккею. После 29-х всемирных студенческих игр эта ледовая арена отлично подойдет для занятий детских спортивных школ, для игр баскетбольного клуба «Енисей» и даже для проведения массовых мероприятий. Именно поэтому сознательно уходят от узкого понятия «ледовая арена» в пользу многофункционального комплекса. Темпы строительства объектов зимней универсиады 2019-го ударные. На некоторых площадках работы ведутся круглосуточно – 7 дней в неделю. Пример – «Платинум-арена». Еще один новый ледовый дворец в городе, но уже на правом берегу. Сами строители даже называют его не «ледовый дворец», а «спортивно-зрелищный комплекс». Тем самым подчеркивая широкий спектр вариантов использования площадки не только для спортивных мероприятий, но и для проведения концертов, выставок, конференций. Объект, по сути, подарок городу от компании «Русская платина». Это первая и пока единственная арена «семитысячник» в городе. В комплексе созданы и все условия передвижения маломобильного населения. На сегодня работы выполнены на 25%. Завершить строительство планируют 31 декабря 2017 года. В дни зимних странических игр здесь пройдут соревнования по фигурному катанию, а также грандиозные церемонии открытия и закрытия. «Мы строим-то не пустышку. По идее, когда через полтора года, ну чуть меньше, придут перерезать красную ленточку, заходят и объект начал работать. Это сооружение даст району большой толчок. Потому что если бы не было платином, не появилась бы набережная на Енисея, которая сейчас будет там, ну по крайней мере сейчас в планах 630 метров, туда дальше пойдет еще больше, в сторону Бобровки. Плюс прогулочные зоны, парковые зоны». Проведение в Красноярске столь масштабного мероприятия, как 29-е Всемирные студенческие игры, обязывает к постоянному контролю. С регулярными инспекционными визитами в наш город приезжают представители Международной Федерации студенческого спорта. Олег Матыцын в 2015 году избран президентом ФИСУ. В 2013-м курировал подготовку к универсиаде в Казани. Тогда еще в должности президента Российского студенческого спортивного союза. «Здесь будет тестовое мероприятие. В марте пройдет чемпионат мира по ориентированию. Я уверен, что наши специалисты тоже приедут. И потом в соответствии с графиком посещения технических делегатов мы, по сути дела, находимся в постоянном контакте. Тем более, я уже сказал, в Алмату приедут специалисты. Поэтому наше общение не прекращается, можно сказать, ни на минуту». Казахстан. Алматы. Предшественник Красноярской универсиады. Уже этой зимой с 28 января по 8 февраля здесь пройдут 28-е всемирные студенческие игры. Будут новые победы и новые звезды. А так выглядит деревня универсиады в Алмате. А это уже наша деревня универсиады. Общая площадь 25,5 гектаров. Это почти как 40 футбольных полей. Информационный центр, аккредитационный центр, новое общежитие, медицинский центр, где студенты будут проходить допинг-контроль и получать медпомощь, пункт питания. Появится также этническая деревня, флаговая аллея и зона приветствия официальных делегаций. А в центре расположится церемониальная площадь. Еще будут отделения, связи, кинозалы, универсальные магазины, аптеки, банки и помещения для хранения спортивного инвентаря. У нас две ключевых особенности. Она у нас двухъядерная. Первое ядро находится непосредственно в границах проспекта Свободной, где будут проживать непосредственно спортсмены. И так называемая вся деревня универсиады будет здесь. Второе ядро – это ядро вспомогательное, где будут проживать волонтеры. У нас рабочее название, но теперь оно уже вошло в плотную обиход. Это резиденция волонтеров. Оно будет находиться в студенческом городке. Ну и вторая наша ключевая особенность, что мы деревню строим не с нуля, не в чистом поле, а мы фактически ее устраиваем в существующий кампус. Часть объектов деревни уже будет задействована в 2017 году в рамках тестовых соревнований. Нет сомнений и в использовании объектов после студенческих игр. Медицинский центр будет обслуживать студентов и сотрудников университета, а возможная часть жителей Октябрьского района. Центр питания для спортсменов будет работать как многофункциональный комплекс. На строительство и реконструкцию объектов Зимней универсиады выделено более 40 миллиардов рублей. Это федеральное и краевое финансирование. Часть этой суммы идет на сферу здравоохранения. Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Карповича. Это один из важнейших объектов здравоохранения, который будет построен в Зимней универсиаде. Рядом со старым корпусом сейчас здесь идет масштабное, даже можно сказать, историческое строительство нового. Уже завершается возведение третьего этажа из четырех, и это при том, что строительство здания началось только в марте. Объект обещают сдать раньше намеченного срока. Хорошая идея, то что здесь будут сочетаться две потребности. Это потребности жителей города, региона, а также тех атлетов, тех людей, кто приедет на игры. То есть будут решены две задачи. Если бы не подготовка к Зимней универсиаде, подобный корпус вряд ли удалось бы построить в ближайшее десятилетие. А ведь здесь появится и современный хирургический комплекс, рассчитанный на 15 операционных и анимационные палаты, и приемный покой, и все это будет оборудовано по мировым стандартам. Четвертый мост через Енисей. Только представьте, около 25 тысяч водителей ежедневно проезжают по нему. Поток увеличится с появлением новых развязок. Со стороны правого берега в районе микрорайона Тихий и Зори, на левом берегу в створе улицы Волочаевская от Дубровинского до Копылова. Их строительство запланировано также к Зимней универсиаде 2019 года. Красноярск и так уникален тем, что все объекты находятся в черте города, а новые развязки помогут участникам и гостям всемирных студенческих игр еще быстрее передвигаться между объектами. Благодаря проведению зимних студенческих игр в Красноярске, удалось ускорить и строительство нового терминала аэропорта Емельянова. Он будет одним из самых современных в стране. Новый терминал обещают открыть уже в декабре следующего года. Его площадь в три раза больше площади двух имеющихся терминалов. Сегодня не найти такого человека в Красноярске, в крае, который бы не слышал или более того не знал, что такое универсиада. Мы ее ждем и активно к ней готовимся. Универсиада в масштабах и мелочах. Текстильные товары, различные аксессуары, мягкие игрушки, канцелярские принадлежности, ювелирные изделия. Подготовительный процесс идет и на фабрике игрушек «Бирюсинка». Это лишь часть того, что совсем скоро можно будет приобрести с символикой зимней универсиады 2019 года. Партнеров и лицензиатов – это возможность получить право на производство собственной продукции с использованием бренда «Универсиады» и продвинуть собственный проект. Вот у нас буквально уже сейчас есть 18 заявок, которые будут реализованы. Это и сувениры, это и игрушки, а самое главное – какие-то необычные сибирские продукты, которых нигде нет. Например, сейчас мед, сбитень, какие-то изделия из бересты. Это все можно делать, потому что это очень сильно пользуется популярностью в мире. А после «Универсиады» этот товар может быть узнаваем, и не только в Красноярске, но далеко за его пределами. Зимняя универсиада 2019 дает шанс реализоваться и активной молодежи. В федеральных вузах страны, в городах и районах Красноярского края развернуты волонтерские штабы зимней универсиады. Официальный набор волонтеров начинается в марте 2017 года. В 2016 году в Красноярской краевой филармонии дан старт проекту «Культурная универсиада». Отбор лучших проектов продлится до 2019 года. Ожидается, что в конкурсе примут участие не только региональные проекты, но и творческие коллективы со всей России и из-за рубежа. Зимняя универсиада — это грандиозное международное спортивное и культурное мероприятие. Оно объединяет миллионы людей со всего мира. Универсиада — это своеобразный аналог Олимпиаде, но в отличие от последней, проводится каждые два года. В нашей стране всемирные студенческие игры впервые проходили в 1973 году в Москве, после — в 2013 году в Казани. Зимняя универсиада в России состоится впервые. Новые старты, новые звезды, новые победы. Новый Красноярск.